Друзья, всем привет! С вами Вера и Женя, вы на нашем канале. Сегодня мы в магазинчике в цветочном, и я решила с вами собрать большую новогоднюю композицию со свечами для большого овального стола. Эта композиция у нас на заказ, для организации. Все детали мы уже и цвет обговорили, обсчитали. Бюджет будет композицией 3000 рублей, поэтому давайте приступим. Свечи. Я уже подготовила оазис, намочила, он уже такой тяжеленький. Понадобится нам один кирпич, вот на такой подложечке. Специальный продается именно под оазис. И первым делом хочу установить свечи. Свечи мы выбрали три штуки. Витые, белые. Так, сначала я по центру ставлю. Также просто я углубляю до отметки, чтобы они были на одном уровне. Тоже стараюсь, чтобы они были параллельно друг к другу. Как вам фаз, так и профиль. Попасть надо с первого раза, угадать, так скажем. Потому что от свечей очень большие дырки остаются. И если потом второй раз переправлять, то свеча потом болтыхаться будет. По мере того, как в наш оазис будут входить свечи, нобелес, водичка из него выливается. Поэтому по чуть-чуть будем сливать водичку. Так, вообще надо пленочку подстелить сразу. Следующим этапом мы забиваем нашу композицию нобелесом. Композиция у нас будет примерно 60 сантиметров. Хочу сразу отмерить по столу, чтобы мне ориентироваться по расстоянию. Так, это у нас будет... Ну вот как раз пленочка у нас 60 сантиметров. Подложечка моя. По ней я и буду ориентироваться. Вот, это будут края. По центру я все это дело поставлю. Композиция у нас будет больше вытянутая, чем широкая. То есть стол овальный. Нам надо повторить эту форму. Так, приступим. Я уже приготовила ветки нобелеса. Нобелес пушистенький, хорошенький. Так, перчаточку надеваем. Так, для боковых веток выбираем самые такие мощные, длинные ветки. Зачищаем. У них, вот этих веток, очень-очень толстый стебель. Поэтому я немножечко его срезаю. Так будет и сама ель лучше питаться. И в оазисе большой дырки не будет. Так, самые боковые, самые длинные мы должны побольше углубить в оазис ветки, чтобы они у нас просто не отвалились. Да, не вытащить, не под своей тяжестью, не при транспортировке. Ну, не обломились, да. Так. Так. И чуть-чуть под наклоном делаем. Вот, чуть-чуть под наклоном. Так. Так. И в эту сторону тоже такую же возьмем. Ну, примерно, чтобы две нужны одинаковых веточки. Так, так, так. И примерно под одним и тем же углом вот так вот сделаем. Так, длину мы задали этими веточками. Теперь нам надо задать ширину. Ширину тоже, чтобы сразу вывести форму. Сразу вывожу форму. Мне так потом проще и легче сориентироваться уже по форме, чтобы вверх забивать. Мне надо сначала боковые вывести. Так, здесь я уже поуже беру веточки. Так. Чтобы одинаковые приемы были. Так. Здесь отсюда начну. И тоже под углом, под углом я формирую овал. Формирую овал. Замок. Так. С этой стороны. И еще одну веточку, и у нас будет уже готовая форма. Вот так. Так, отойду, посмотрю. Так, у нас пока эти шарики. Так. Со всех сторон посмотрела. Мне вот эта веточка тут чуть-чуть не нравится. Я ее немножечко под углом сделаю. Сильно топорщится. Но ничего страшного. Где-то что-то отогнулось. Потому что мы еще наслоение наверху будем делать. И все у нас это все скрадется. И ничего не будет видно. Берем самые красивые лапки теперь и уложим их сверху, поверх. Что-то мне больше нравится. Смотри, я вот эту сюда воткну. Так, чуть-чуть. Так, еще. Вот. Так мне больше нравится. Так, и все. Мелкие можно сразу застригать и ставить наверх. Вот так. Формируя уже пышную шапочку. Новогодние композиции, которые мы делали в прошлый раз, понемножку уже раскупаются. Сделала уже еще несколько новых. Тоже. Люди пока присматриваются. Новый год это такой праздник. Люди просто прибегают и все скупают. Поэтому нам нужно предложить ассортимент, чтобы был хороший выбор. Именно по новогодним композициям, по посадочкам. Ух ты, мох. Все прочищаем. Красивые-красивые веточки. И забиваем. Снизу под углом забиваем. И сверху все делаем пышно. Новогодних композиций. Она у нас постоянно пополняется. Больше-больше композиций я выкладываю в инстаграм. По наличию, по цене. Всех я там информирую. Кому интересно наблюдать, подписывайтесь на наш инстаграм. Мы оставим ссылку внизу, под видео. Сейчас в наличии на данный момент вот такие композиции. Эти мы делали с вами в прошлый раз. Видео снимала. Вот эти вот новенькие появились. Также оформила бокалы. С мухом, шишками, со свечой. В керамических кашпо. Так, и эти еще есть немножечко. Так, такую вот купили. Такую купили. В общем, разбирают под ножку. Разбирают. Добавляем новые. Но вот эту полочку. Сейчас тут пустоватенько. Еще две композиции сюда можно поставить. Пополняем ассортимент, чтобы вот эти две полки они были плотненько заставлены. Итак, форма наша готова. Основа. Основа готова. Это набили Нобелеса. Я плотно не стала набивать, потому что у нас будет декор. Вот. Если что, я потом лучше веточки добавлю. Чем это будет все смотреться плотно. Приступим к самому приятному украшению. Так, сначала буду использовать вот такие серебряные веточки. Нам они тоже нужны длинненькие, поэтому писаем. И под лапки, не сверху, чтобы они торчали перышками. Но и за пределы композиции нашего Нобелеса, они не выходили. Так, сюда, наверное, две вот так сделаю. Поставляем. Уже красиво веточки. Вот так вот, чтобы торчали из-под Нобелеса. Ой! Какая толстая проволока. Наверное, буду симметрично на этой стороне и на этой делать. И с этой стороны вот так сделаю. А эти потом еще воткроем. У нас будут использоваться две веточки. Секатор у меня старенький, поэтому смело режу проволоку. С этой стороны и с другой. Так, ну все, симметрично расставили. Так, вот эту веточку немножечко сдвинем, чтобы у нас все было симметрично. Так, ну не идеально, конечно, чтобы хотя бы глазу было понятно. Так, на углы уазиса сделали. Так, эти потом в конце будут. Расставляем сначала крупные элементы. Так, крупные элементы у меня шары. Они будут в центре композиции. То есть на край я вот, например, сюда, там, да, сбоку. Крупные элементы использовать не буду. Самые крупные, это вот такие шары. Шары, матовые и глянцевые, буду использовать как бы внутри композиции. Так. Внутри, так, расставим сейчас белые шары. Так. Вот что-то сюда используем. На одну сторону, на вторую сторону. Так, сюда шарик. Так. Вот так. Сначала просто раскладываю. Так, чтобы мне было красиво. Сразу я их не креплю. Так. С одной и с другой стороны. Так. Так, может быть. Так, ну, надо три шарика. Два я сделаю рядышком. А один подальше отнесу. Отнесу. Немножко как-то перебиваю чуть-чуть подальше от свечей. Буду сразу их крепить. Так. Шарики очень красивые, стеклянные шарики. Смотрится очень дорого, красиво. Так. Сразу буду закреплять, углублять, чтобы мне было все понятно. Понятно. Так. Нет, два плясовых. Сделаем. Сюда. Так. Так. И один поближе вот сюда, наверное, сделаю. Вот так. Достаточно будет. Три крупных элемента. Остальное будет все у нас поменьше. Так, сюда. И с любой стороны у нас крупные элементы должны красиво учитаться. Так, далее. Белые. Белые сделаем. Такие. Так, внутри здесь слаговато будет. Да. Два крупных. Вот таких. Белых витых. Мы их потом припорошим снегом. Вот. И они у нас будут выглядеть совершенно по-другому. Так. Сюда. Уже пониже немножечко ярусом делаю. Так. Сюда. Так. Крупные элементы убираем. Так. Теперь будем использовать средние шарики таких же оттенков пудровых. Ну, только уже несколько оттенков. Тоже очень красивые, блестят, переливаются. Так. Здесь уже возьмем проволоку поменьше, потоньше. Также весь декор. Весь декор креплю только на проволочку. На следующий год также они могут все собрать в коробочку. И на следующий год просто принести мне. И я им обновлю новую хвою сделаю. И этот же самый декор поставлю. Но только за декор они уже денежку платить не будут. Сегодня мне принесли уже композицию. С прошлого года все игрушки. Мы взяли только новые свечи. Потому что там совсем маленькие остались. Вот. Ну, естественно, Уазис, Нобелес. И все. Буду им... Буду клиентам собирать уже композицию. Но попозже мы договорились, как они будут дом украшать. Так. И созвонимся и скажут, что как бы можно делать и заберем. То есть заранее они принесли. Заранее. Вот сюда. Вот так. И мы уже под них рассчитаем и Нобелес. С добавлением мелких, мелких деталей. Композиция сразу преображается. Прямо сразу же. Так. Закрепляем. Композиция большая, поэтому я отхожу подальше и со всех сторон проклятываю ее. Так. С той стороны у меня видно. Теперь с этой. Так. Сюда нужно веточку поставить. Веточку сделаем. Так. Так. Веточку. Вот так, чтобы шарик красиво смотрелся. Дальше. Все делаем. Так. Мелкие элементы я стараюсь на равноценном расстоянии делать. А потом я уже несколько элементов сгруппирую. Несколько шариков. Потому что группировка все-таки красиво смотрится в композициях. Так. С этой стороны. Так. Тоже дуречка. Эти шарики я не использовала. Нет. Сюда уже лишним будет вот такие шарики крупные использовать. На мой взгляд. Так. Дальше. Так. 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 Мелкие. Добавляем сюда цвета. Более пудрового оттенка. С этой стороны нам не хватает. Вот. Так. Тут в принципе достаточно. У нас еще есть блестящие фигурки. Такие. Такого же оттенка. Мы их тоже сейчас будем здесь же использовать. Так. Немножко. Так. Дальше. Так. Здесь дырочка образовалась. Забиваем ее. Так. Так. Немножко всего. Красиво. И более мелкие элементы. Они тоже в форме шишечек, сердечек, ракушек, звездочек. Также расставляем по композиции. По центру. Везде. Нашу периферию, периферию композиции, также украсим лентами. Лентами они будут между серебряными вставочками нашими. Поэтому низком позиции, те же, те же, те же, ну вот, низком позиции, мелкими шариками я не буду украшать. Все это будет на уровне, ну вот, самой нижней. Вот так, наверное. А на самых нижних ветках я не делаю. Потому что хвоя должна лапки свои расстелить. Окантовочка должна быть именно, ну, по моему мнению, зелененькой. Так, достаточно я уже поставила все игрушки. На мой взгляд, достаточно. Так. Вот с другой стороны как получилось, очень красиво. Так, и теперь хочу добавить шишки. Шишки буду добавлять белого цвета. Они нам здесь больше всего подходят. Так, сюда немножечко сверху. Так же хаотично. Так, миленькие они у меня уже на проволочках. Заранее наматываем, чтобы потом быстро-быстренько использовать. Так, и приподнимаем веточки и подсовываем шишки. Так, закончили. Сейчас сделаем быстренько. Так, и такая композиция будет украшать офис. Будет создавать новогоднее настроение, атмосферу. Так, затем нам останется сделать ленты и припорошить снежком. Композиция наша почти полностью задекорирована. Но хочется добавить еще какой-то воздушности, легкости. Композиции буду использовать вот такие веточки. Я их сама собрала и покрасила. Будем использовать их. Так. Не прямо будем, а тоже как бы в плоскости, в плоскости уазьб, как бы, Нобелеса. Под шарики сделаем. Так, чтобы веточки торчали. Вот, придаст нам какую-то воздушность. Интересную фактуру нам дадут они. Так, тоже надо знать меру. Отойдем на сторонку, посмотрим. Вот, уже, видите, небольшая паутинка легла. И достаточно будет, достаточно. И осталось нам припорошить снегом. Припорошу также свечи, чтобы они были более так заснеженные. Небольшими. Так, вот, знаете, на беленькие шарики сделаем. А на большие, так, немножечко припорошим. Так, снизу. Левочку. Так, ну, тоже. Меру надо знать. Какие свечи с этой стороны еще. Так. Композиция наша готова. Очень я довольна результатом. Получилось очень красиво. Длинная, пышная, богатая композиция. Со всех ракурсов поверчу, посмотрю. Да. Очень довольна результатом. Осталось мне пофотографировать все. Заснять видео. Снять видео. Транспортируется композиция легко. Снизу специальные выемки есть у формы. Можно просто взять и поставить в коробку и транспортировать. Свечки держатся очень крепко, хорошо. Вот. Поэтому никаких проблем с транспортировкой такой большой композиции не будет. На этом оазисе, ну, на этом кирпиче, да, на одном, также можно сделать до, ну, примерно до 80. Это вот 60, да, сантиметров. До 80, даже до метра. До метра можно сделать такие композиции. Ну, что, друзья, я с вами на этом прощаюсь. Давайте и дальше создавать себе новогоднее настроение дома, на работе. Вот. И создавать новогоднюю атмосферу для своих друзей, близких и родных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова